Всем привет дорогие друзья, гости и подписчики моего канала Сегодня у нас тесты двух пил Викторинакс Это у нас соответственно Викторинакс Форестер и Викторинакс Рейнджер Гриб Недавно меня спросили, что из этих ножей я бы выбрал Ну и собственно, так сходу ответить на этот вопрос я и не смог Поэтому я решил записать ряд видео с тестами данных ножей Сразу скажу, что ножи предоставлены для обзора и тестов нашим любимым продавцом Ксения Викторинакс ВКонтакте Хорошие цены, быстрое качественное обслуживание, душевный человек Кого заинтересовали ножи Викторинакс, перейдите, посмотрите Я думаю, что вы скорее всего что-нибудь себе купите Ну да ладно, давайте ближе к тесту уже Собственно у нас длина пилы на Рейнджер Грибе 97 мм Длина пилы на Форестере 85 мм Соответственно тут пила длиннее, тут короче Но тут и сам нож меньше по габаритам, чем Рейнджер Грибе Ну и собственно мы посравниваем, посмотрим Насколько пила Викторинакс будет медленнее справляться с пилением У нас всего три тестовых материала Это вот этот наш брусочек, на котором мы в свое время много ножей затестили Соотношение сторон 37 на 35 Это вот такая вот доска Шириной 172 и толщиной 37 мм И вот такой вот кругляк Береза В общем-то наибольший диаметр, который мне удалось намерить 45 мм Соответственно я буду все результаты заносить вот в такую вот импровизированную таблицу Ну заодно и оценим также удобство работы, эргономику инструментов Ну и переходим к первому тесту Результаты первого теста Викторинакс Форестер справился за 18 секунд Викторинакс Рейнджер Гриб за 17 Пока небольшое преимущество Викторинакс Рейнджер Гриб Рейнджер Гриб Рейнджер Гриб Рейнджер Гриб Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Рейнджер Гейб справился у нас за 4 минуты 55 секунд. Форестер за 4 минуты 58 секунд. Вроде бы разница-то совершенно незначительная. В отличие от разницы в длине пил. Однако, друзья, стоит заметить... Вы заметили, что я вот таким вот образом работал? Это все-таки достаточно удобно. Просто пилу вперед толкаете. Вполне рабочий такой способ. Еще удобнее даже будет, если... Шила вы достанете. Шила более жесткая такая пружина. И он не будет так вперед сильно прогибаться. А, собственно, на Форестере я такой способ не использовал. Тут это менее удобно. Тут рукоять короче. Уже не так уж удобно прям убраться. Но, тем не менее... В общем-то, по ощущениям после Форестера... Рука прям сильно устала. Сильно забилась. Прям вот кисть... Сильно вот так вот напряглась. А уже рейнджер гриппом я пилил так более размеренно. Более так аккуратно. Более вдумчиво. И рука устала значительно меньше. Ну, просто так. Просто... Ну, тупо толкал вперед данный инструмент. К тому же у нас во всех тестах Форестер... Как? Нож с более... С более мелкой пилой. В общем-то, начинает первым. Ну, все-таки небольшая фора. Ну, так как рейнджер гриппом я уже работаю на фоне какой-то большей усталости. К тому же, если честно, друзья, у меня... Вчера была тяжелая тренировка. Его величество. Жим лежа. Ну, вы знаете, жим лежа, друзья. Работает не только целевая, грубо мышечная. Но также и все остальные. Ну, соответственно, при правильном жиме. Поэтому сегодня, в общем-то, усталость у меня тоже. После вчерашней тренировки. Мышцы болят. Ну, в принципе, вы знаете. Приятная боль после тренировки мышечная. Ну, да ладно, друзья. Мы отвлеклись. Кто-то, возможно, скажет. Что ты такими маленькими ножами вот такие вот пилишь доски толстые. Друзья, ну, это же классно, что вот в таком маленьком карманном инструменте. Ну, если вот это вот уже, возможно, не совсем карманный. То вот это вот, ну, точно карманный. Вполне в кармане можно носить. У вас есть возможность отпилить такую вот толстую доску. Хоть при этом достаточно значительно напрягаясь. Ну, да ладно, друзья. Давайте сейчас посмотрим, как за сколько с данной доской справится обычная моя пила. И перейдем к следующему тесту. Ну, что ж, друзья. Давайте теперь посмотрим, за сколько справится вот такая вот моя обычная пила. Длина ее рабочей части, ну, что-то порядка 550 миллиметров. Не забывайте одевать тактические перчатки. Ну, вот так вот, друзья. Не знаю, сколько точно прошло времени. Ну, пил у нас тут получился такой значительно более грубый, конечно. Но это не так важно. В принципе, пива, конечно, это получше в целом, чем пилу Викторинокс. Но, однако, ее в кармане не поносишь. Ну, вот только как-то. Как-то вот так вот только если. Хотя, в принципе, можно же ее как-то сложить. Ладно, следующий тест. Ну, что ж, друзья. Тут уже я обоими ножами работал с открытыми штопором и шилом. И, несмотря на заминку, Рейнджер Грейп у нас справился за 21 секунду. А Форестер за 23 секунды. Так, ну, что ж, друзья. Подведем итоги. Вот турнирная таблица на ваших экранах. Ну, в принципе, видно, что Рейнджер Грейп совсем незначительно по времени быстрее справлялся, чем Форестер. Я думал, что процентов хотя бы на 10 он будет быстрее справляться, чем Форестер, в общем-то. Но, тем не менее, друзья, все-таки у Рейнджер Грейпа более удобная, более ухватистая рукоять, такая более толстая. Ну, и, соответственно, из длины пилы также он справляется получше. С другой стороны, опять же, Форестер более компактный. У него рукоять более тонкая, более короткая. Ну, то есть, в принципе, те же преимущества Рейнджер Грейпа являются в некоторой степени для кого-то, возможно, и его недостатками. Кстати, что интересно, тут у нас, смотрите, наклон самой пилы относительно инструмента на Рейнджер Грейп у нас, получается, она вперед наклонена, на Форестере вверх. В общем-то, я думал, что все-таки Рейнджер Грейпом в этом плане будет поудобнее работать. Но, вы знаете, особо значительной какой-то разницы я не заметил. Ну, кстати, в общем-то, модели похожие, у обоих у нас прорезиненные рукояти, оба ножа с одноруким открыванием. Ну, и, в принципе, ну, вот, ну, да, вот Рейнджер Грейп у него рукоять подлиннее, возможно, как-то даже подальше схватиться, дальше этой петли для однорукого открывания и что-то пилить. Тут же у нас уже, как бы, длины рукояти не хватает. Ну, в принципе, я бы не сказал, что это какая-то особая проблема. Но, опять же, посмотрите на толщину, тут у нас рукоять потолще. Ну, да, в целом, все-таки поудобнее. Плюс и пила подлиннее. Ну, в общем-то, сама пила и ее работа на Рейнджер Грейпе более удобна. Но, однако, стоит все-таки помнить, что поэтому Викторинокс Форестер компактнее. То есть, ребят, тут кому что, если кто-то хочет более компактный нож, не так важна работа пилой, то Форестер. Если размер не имеет такого уж большого значения и все-таки хочется пилу подлиннее, то Рейнджер Грейп. Ну, в общем-то, тут, я бы уже сказал, прям такая хорошая, прям полноценная пила. Это все-таки еще такая пила на складном ноже. В общем-то, ну, да, оба инструмента, в принципе, рабочие вполне себе со всеми работами справились, особенно. Ну, вот, посмотрите, такую толстую доску каким-то карманным инструментом перепилить. Достаточно, из достаточно твердой древесины, в общем-то, не так уж и просто. Тем не менее, ножи Викторинокс нам такую возможность предоставляют. Вы, друзья, мне в комментариях напишите, что по-вашему лучше, какой нож бы вы выбрали. Может, у кого-то. Так, также есть опыт работы пилами на данных ножах. Будет очень интересно послушать ваше мнение. Я пошел записывать следующую часть тестов данных ножей. В общем-то, их, так сказать, противостояние. Ну, буду тестить уже клинки, удобство, рукояти. Ладно, друзья, на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всех благ, всего наилучшего. Спасибо за внимание и до свидания.